Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше утреннее вещание с вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня нас ждет очень интересная, яркая и необычная гостья. Но прежде чем мы приступим к нашей беседе, я предлагаю узнать, какая погода будет в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки. Дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Днем в горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха в ночи минус 2, плюс 3. В горах минус 2, минус 7. Днем плюс 13, плюс 18 тепла. И местами плюс 3, плюс 8. Ночью и утром местами на дорогах Гололидица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 15-17 тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова 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 жить. У каждого есть своя ниша, да, вы думаете, я когда-то была вот таким идеальным человеком, который все делал профессионально, все складывал на свои места. Нет, это приходит с опытом, с обучением, конечно же, я училась этому долгое время, чтобы, естественно, могла помогать людям. Клининг и организация вместе, конечно, это очень правильные услуги, когда они совмещены, то есть можно сразу и убраться дома, и организовать свой дом параллельно. Ну, я правильно понимаю, это экономит большое количество времени для тех, кто пользуется услугами организатора, да? Вы можете потратить свое сэкономленное время на детей, на семью, в конце концов, прочитать любимую книгу, посмотреть любимый сериал, сходить с друзьями на прогулку. Это же все время, и, мне кажется, отдых... Самый ценный ресурс, наверное. Конечно, отдых — это важно в нашей жизни. Существуют ли какие-то основные, скажем так, столпы, принципы организации пространства? На что ориентируется профессионал, когда занимается организацией пространства? Смотрите, ну, как сказать, приезжаем мы на технический выезд, общаемся с клиентом, узнаем предпочтения, конечно, сколько людей, кто где находится, какие зоны. Также, если все устраивает, мы в дальнейшем составляем сметы, руководствуемся, в принципе, своему алгоритму. Также после организации мы около месяца также остаемся с клиентом, созваниваемся, спрашиваем, удобна ли система, правильно ли пользуется. Дают ли какой-то результат это все? Да, оставляем, конечно же, алгоритм действий, как нужно поддерживать. Безусловно, без участия клиента организатор не работает. Также и в дальнейшем мы не феи, мы не золушки, да, там, которые пришли, вот сделали, и все это всегда будет работать, и вам ничего для этого делать не нужно. Нет, конечно, нужно самому приучать себя уже к более другим действиям, чем которые вы делали раньше. Ну, то есть это и психологический момент для человека, да? Когда ты наводишь порядок, скажем так, и систематизируешь в доме, то у тебя, наверное, и привычки какие-то. Да, вы пускаете что-то новое в жизни, и жизнь дает вам тоже что-то новое. Скажи, пожалуйста, а как вот так получилось, что ты решила, в принципе, заняться организацией пространства? Это достаточно новое явление для нашего региона, хотя вот в больших мегаполисах это очень распространенное такое. На самом деле организаторы пространства — это новая профессия, в принципе, по всей России. Начала, как обычные люди, занималась клинингом, хотела узнавать что-то новое, увидела объявление академии нашей, прошла двухчасовой интенсив и поняла, что это то, чем я хочу заниматься, я хочу, чтобы это было моей профессией. И отучилась достаточно долгое время, теперь являюсь организатором, хочу помогать таким же девушкам, которые раньше не знали просто, как организовать свои правильно дома. Говорить, я думаю, об организации пространства можно долго и интересно, но я предлагаю нашим телезрителям увидеть своими глазами, как это происходит в реальности. Совсем недавно мы с Ирадой побывали у одной из, скажем так, обратившихся... Которая, кстати, не побоялась показать это все. Ну, потому что порой люди все-таки стесняются, да? Да, но нужно убрать страхи и идти вперед. В общем, дорогие телезрители, я предлагаю взглянуть, как это было. Итак, мы прибыли к сегодняшней клиентке, скажем так, к человеку, который обратился за помощью к специалисту, в данном случае к Ираде, с вопросом об организации пространства в детской комнате. Я права и рада, да? Расскажи, пожалуйста, что в принципе предстоит, из чего будет состоять процесс организации пространства и немного описать сейчас, вот какая ситуация, катастрофическая или нет. Смотрите, мы пришли к клиентке, у которой двое детишек маленьких, мальчику 5 лет, девочке 3 года. Как видите, повсюду вещи маленьких детей, игрушки. Вот, допустим, на примере шкафа у нас здесь очень много категорий смешаны. Игрушки, бижутерия какая-то. Какие-то безделушки. Игры, да. Одежда как девочки, так и мальчика, также одежда самой клиентки. Визуальный шум достаточно неудобно, неэстетичное хранение раздражает, вызывает недовольство у клиентки. Конечно, хочется ей, чтобы везде был порядок, но она наводит порядок и не получается, да, это постоянно все возвращается. И, ну, уборки как таковой не получаются, потому что на поверхностях очень много чего стоит. Работать мы будем смежно с клинингом, то есть это будет и уборка, и организация. Чего-то мы будем избавляться, что-то мы отдадим кому-то, да, ненужные, неактуальные вещи. Посмотрим, составим смету, выберем подходящие для клиентки по ее бюджету организационные материалы и будем работать. Будут размещены только детские вещи, то есть верхняя одежда, это будет мальчика, нижняя одежда, девочки. Чуть-чуть другое место мы найдем для самой клиентки, да, какие-то шкафы мы будем использовать для постельного белья, для текстиля основного. Зон для хранения у нас достаточно много, просто нужно убрать ненужные вещи. И вот этот шкаф, я думаю, мы будем планировать для самой клиентки, для ее вещей. Также мы сделаем демонтаж, мы сделаем сюда дополнительную штангу. Думаю, в этом шкафу будут висеть вещи к самой клиентке. Мы также сделаем демонтаж шкафа. Внизу будут висеть брюки, джинсы, наверху, допустим, рубашки, платья. Ну и посмотрим, да, в кофры что-то упакуем, какую-то несезонную одежду. Я так понимаю, что комната, по сути, мы видим, она не такая большая, да? Ну как вот удастся добиться вот этого грамотного распределения просто? На самом деле комната небольшая, но очень хорошая. Здесь очень много зон для хранения. Мы можем разделить зону для девочки, также и для мальчика. Все его вещи, игрушки, книги, игры, тетрадки, все это будет в одной стороне зоны и у девочки в другой стороне. Помимо комнаты мы планируем организацию пространства во всех зонах. Также это кухня. Кухня достаточно маленькая, но мы постараемся выбрать определенные организационные материалы, чтобы клиентке было намного удобнее здесь работать. Обедать, ужинать, да, с детьми быть, принимать гостей. Смотри, зоны, да, плохая просматриваемость. Ящик очень маленький, категории смешанные. Клиентке очень трудно что-то найти. То есть она тратит уйму времени для поиска какого-то предмета. Также остальные ящики, они достаточно маленькие, все хранится, все вместе. Это очень сложная система хранения. Мы будем с этим, соответственно, что-то делать. Но опять-таки это можно наблюдать у всех практически. Конечно, конечно. Вы сами понимаете, что люди, рабочие, с детьми, нет времени постоянно, нет сил. Поэтому, когда категории есть в кружке в этом шкафу, кружки в этом шкафу, и постоянно человек теряется, потому что нет правильной системы хранения. А когда мы категоризуем все, когда у каждого предмета и вещи будет свое место, человеку будет постоянно легко с одного места взять, на это же место положить. Также здесь пока мы только делали замеры, я еще не составляла смету, не думала, но, думаю, будут разделители, мы разделим, от чего-то избавимся, все категоризируем, предметом найдем свое место. Это тоже бывает, как правило, часто у многих наших клиентов. Они сами покупают оргматериалы, видя какие-то видеоролики, они хотят что-то организовать сами, но не понимают, да, вот вроде это удобно, вроде такие красивые баночки, а куда же их поставить, да, у меня вот тут они не помещаются, а тут я не вижу. Конечно, поэтому мы продумываем каждый шаг, мы делаем замеры каждого ящичка и подбираем оргматериалы под каждый ящик. Соответственно, такая история у всех, все хранят крупы, вот видите, мы не можем увидеть, что у нас есть, поэтому мы не можем сделать правильные покупки. Мы покупаем, допустим, макароны 10 раз, да, которые у нас уже есть, но она где-то далеко, и мы не можем ее достать и не видим, что у нас есть. Вот это также проблема очень многих. Вот что мы делаем, мы помогаем людям, просто делаем систему правильную, даем алгоритм, также после нашей работы, около двух недель, месяца, мы приходим, звоним, помогаем, смотрим, подходит ли система, получается ли у человека сохранять порядок. Если нет, мы помогаем, мы подсказываем, может быть, что-то переделываем. Ну что, мы снова в гостях у человека, который обратился за услугами Раиды, профессионального организатора пространства, я напоминаю, и сейчас мы увидим результат стараний и действий профессионала. Давай покажем нашим телезрителям, все помнят, как это выглядело до... А сейчас хочется увидеть, как это выглядит после барабанной дроби. Давайте начнем со шкафа, который мы сделали монтаж. Здесь мы установили дополнительную штангу. Мы сделали этот шкаф, эту зону именно детскую, то есть здесь висит одежда девочки, здесь мальчика. Здесь домашний текстиль, это одеяло, какие-то халатики и редко используемые вещи. Данная зона – это зона клиентки. Здесь у нас также домашний текстиль, это полотенце, это постельное белье, это ее личные вещи, также нижнее белье, и внизу у нас есть инструменты. Да, такая категория. Я помню, они здесь везде, да, но, к сожалению, места для хранения достаточно мало, поэтому придумали вот такой вариант хранения. Это зона нашей девочки. Здесь у нас хранятся вещи, которые редко используются, либо сезонные вещи. На этой полке у нас хранятся нижнее белье и какие-то кофточки. На этой полочке также маечки, носочки, далее можно хранить джинсики и какие-то там брючки. Далее мы еще промаркируем все, и клиентки, и даже детям будет все просто предельно понятно. Далее у нас в этой зоне хранятся вещи клиентки. Так как она не любитель, как и многие, складывать вещи в шкаф, мы сделали одинаковые вешалки, и все ее кофточки, все костюмчики, все хранится на вешалках. Все остальные полки мы использовали для хранения документов, каких-то фотографий, сентиментальных вещей, которые вызывают радость у клиентки, но она их не достает каждый день и не смотрит. Также есть провода, те, которые нужны, но не нужны в каждый день. В общем, у нас здесь зона хранения такая, скажем, домашняя. Если вы помните, у нас этот шкафчик был завален. И аптечка, и какие-то предметы красоты, и техника какая-то. Что мы сделали? Мы сделали это туалетным столиком для хозяйки. То есть здесь хранится вся ее техника для волос, какая-то косметика. На примере одного шкафчика покажу вам. Вот. У нас такие пластиковые органайзеры, очень удобные для хранения косметики. В этой квартире было очень много игрушек, и не было определенных зон для сна, или для отдыха, или для игр. И здесь мы организовали такую, скажем, лаундж-зону, где можно поиграть, отдохнуть, посмотреть телевизор, и все остается на своем месте. Также здесь будет маркировка, да, и деткам будет понятно, где мягкие игрушки, где большие, где маленькие, и где конструктор. Ну, и прихожая – это моя гордость, на самом деле. Здесь была произведена не только организация пространства, покраска мебели, поклейка обоев. Мы установили некоторые органайзеры. Насколько вы знаете, не все могут себе позволить купить новую мебель или сделать дорогостоящий ремонт, какие-то там полочки декоративные установить. Вот мы нашли такое бюджетное решение. Покрасили уже имеющуюся зону хранения. И также полочки все организовали, несколько органайзеров. Теперь это стало уютное, комфортное пространство, где можно зайти в органайзер, положить ключи или повесить, также положить почту. Все организовано так, чтобы было удобно. А это зона кухни. Здесь мы расположили крупы, чаи, кофе, запасы. Хочу заметить, полка у нас достаточно высокая. Если хранить крупы одна за одной, их будет очень плохо видно. Поэтому мы придумали такое оригинальное решение. Металлические дополнительные полки. И поэтому все просматриваемо. Сзади можно хранить запасы. Тем самым вы будете меньше делать необдуманные покупки. Вы посмотрели, что у вас есть и сделали покупку у нас. В этом шкафчике мы расположили специи. Здесь у нас в баночках специи подписано. У нас есть надписи. Можно наклеить. Здесь у нас хранятся спички, чем поджигать. Вот такое хранение тех специй, которые мы не пересыпаем. Можно просто прищепкой закрепить, а можно обычной скрепкой. Это тоже удобно. Также наверху у нас расположилась посуда, которую мы редко пользуемся. Здесь установили крючки, чтобы можно было хранить утварь кухонной. КОНЕЦ Ну что ж, мы с нашими телезрителями наглядно увидели, каково это, когда работает профессиональный организатор пространства. Я хочу тебя поблагодарить и рада за то, какую работу ты проделала и за то, что показала нам, как, собственно, выглядит твой труд. Спасибо и вам. Надеюсь, я была полезна. Обращайтесь. Вот таким интересным и полезным было наше пятничное утро. Я желаю вам хороших выходных. Увидимся совсем скоро.